Всем привет! Я приветствую вас на канале про инвестиции. Простые и профессиональные инвестиции. В первом выпуске разберем общие направления и ситуацию на фондовых рынках. Трезвым взглядом окинем направление развития будущего в рынке акций. А также я познакомлю вас с собственными золотыми правилами, которые я выработал за 10 лет опыта на фондовых рынках США. Да, я буду рассказывать именно только про американский фондовый рынок. Позднее вы сами поймете почему. Итак, что же происходит в данный момент на фондовом рынке в осенью 2020 года? Многие говорят, что рынок перекачан. Многие говорят, что кредет большая коррекция. Многие наоборот, что большой скачок только начался. Так где же правда? Давайте разберемся. Во-первых, на фондовый рынок в 2020 году огромное влияние оказал коронавирус. Все прекрасно помнят резкое падение всех индексов марта 2020 года. Тогда казалось, что начался какой-то финансовый апокалипсис. И вот чудо, на данный момент все индексы бьют абсолютные рекорды. Многие начинают проводить параллель с ситуацией перед Великой депрессией. Многие боятся огромного падения фондового рынка. В общем, кто что говорит. Во-вторых, в Штатах проходят выборы президента. И рынки кидают в разные стороны, в зависимости от проекции победителя на выборах. Совсем недавний пример – это когда 2 октября Трамп подхватил COVID и была коррекция в 2-3% по индексам, потому что никто не знал, как ситуация развернется через выходные. Так будет ли крах? Будет ли рост? Конечно, трудно предугадать. Как показала ситуация, распродажа в марте 2020 года была обыденной панической реакцией. Как только инвесторы осознали, что не все так и катастрофически уж плохо на американском фондовом рынке, то сразу ринулись покупать все в трехкратном размере. Сравнивать текущую ситуацию со временем перед Великой депрессией – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Фундаментальные факторы в 1929 году были абсолютно другие, нежели сейчас. Можно бесконечно долго разбирать эти факторы. Один из основных – что в 1929 году фондовый рынок в США был действительно похож на казино. Но на данный момент большинство инвестиций – это длинные позиции на 10-20 лет вперед. Гораздо больше инвесторов, которые пришли всерьез и надолго, нежели спекулянтов, которые ищут срубить лишнюю тыщенку долларов. Огромные суверенные пенсионные фонды с очень многих стран мира покупают американские акции и очень довольны ростом 8-9% годовых и еще получением дивидендов сверху. Эти фонды не ищут быстрых заработков. Наиболее известные примеры – это Норвежский фонд и Саудитский суверенный фонд. Подробнее на этом мы остановимся чуть позже. Так будет ли рост? Конечно, будет. Но не по всем отраслям. В любой отрезок времени на фондовом рынке существуют фавориты. Итак, давайте посмотрим, какие направления в данный момент являются фаворитами. На данный момент на американском фондовом рынке самые популярные два направления. Первое – альтернативные источники энергии. И второе – технологические компании, которые прежде всего участвуют в развитии облачных технологий, облачных вычислений и интернет-торговли. Существует еще и биотехнологический бум, но мы его разберем в отдельном выпуске. В биотехнологиях не все так ясно и понятно, и это гораздо более рискованная отрасль для инвестиций. Итак, альтернативная энергетика. Для простоты будем называть это зеленкой. Тут все абсолютно предельно и ясно стало лично мне еще 23 марта 2016 года. Что же произошло в этот день? В этот день вышла статья о том, что семейный фонд Рокфеллеров продал последние акции компании ExxonMobil. Да-да, ExxonMobil – крупнейшей нефтяной компанией мира. Да-да, Рокфеллеры, которые сделали состояние на нефти. В статье было отмечено, что семейный фонд Рокфеллеров не видит больше смысла инвестировать в нефть и газ. По моим собственным наблюдениям, 80% людей как-то это проигнорировали. Даже акции ExxonMobil ничуть не рухнули в этот день. А наоборот, в последующие три месяца акции поднялись с 84 долларов и к 15 июлю достигли 95 долларов. Как можно проследить на графике, 15 июля был и скорее всего навсегда останется днем, когда акции ExxonMobil достигли этой отметки. И все последующее время эти акции медленно умирали и в настоящий момент достигли примерно 35 долларов. Закрадывается вопрос, кто вообще покупал акции ExxonMobil после 23 марта 2016 года? На что вообще люди рассчитывали? В принципе, одной той статьей мне все стало понятно. Большие деньги потекут в зеленку. Конечно, мгновенного скачка в 2016 году не произошло и реальный рост начался только в 2018 году. Скорее всего, потому что инвесторы были слишком заняты в погоне за технологическим сектором, на данный момент трудно обозначить отрасль, способную на потенциал роста как альтернативная энергетика. Помимо условий рынка, огромные деньги выделяются из бюджетов государств, меняются законодательные базы. Такая взрывная смесь, что за пределом роста может быть только наша фантазия. Переворачивается с ног на голову целый энергетический сектор и не поучаствовать в этом будет как минимум упущенная именно та возможность, о которой любой инвестор мечтает в своей жизни. Так сказать, надо поймать волну. Как ее поймать, разберемся уже буквально в следующем выпуске. Теперь про облачные вещи. Задумайтесь. Буквально все сферы нашей современной жизни так или иначе завязаны на облачных вычислениях. Банковские операции прогоняются через суперкомпьютеры. Огромные серверы с огромными вычислительными возможностями растут по всему миру как грибы. Чем же именно привлекает инвесторов облачный рынок? Практически тем же самым, что альтернативная энергетика. Это потенциал роста. Образовалась целая индустрия. И как бы ни казалось, что все и так уже заоблачно, но практически все эксперты сходятся в едином направлении. Все только на самом деле начинается. Многие аналитические компании предвещают взлеты в 30 раз по индустрии за 10 лет. Представьте, за 10 лет в 30 раз. Хорошо, допустим они ошиблись. И это не 30 раз, а всего 10 раз. Ну где еще можно такие проценты найти рост? Нигде. Так как же поймать эту волну? Куда бежать? Что покупать? Никуда бежать не надо. Подписывайтесь на этот канал. И в третьем выпуске мы уже все подробно разберем. Окей, теперь на десерт. Мои собственные золотые правила, которые я выработал за 10 лет опыта на фондовых рынках США. Тройка первых правил. Они простые. Никакого дейт рейтинга. Никаких опционов. И никаких коротких позиций. Тут все просто. Для тех, кто любит поиграться в казино, я желаю удачи. Про короткие позиции достаточно усвоить всего две вещи. Фондовый индекс Dow Jones за последние 100 лет вырос с 1200 до 25 тысяч долларов. Поэтому шанс оказаться в плюсе на долгой позиции гораздо больше, чем в короткой. Потери на длинной позиции ограничены суммой инвестиций. Потери в короткой позиции не ограничены никогда. Можно уйти хоть в минус миллион процентов и быть по гроб должным в короткой позиции. Вторая тройка. Немного усложненные. Четвертое правило инвестирования в акции только американских компаний. Причина первая. Суммарный оборот акций американских компаний в разы превышает все остальные по всему миру. Поэтому получаем высокую ликвидность и гораздо меньше шансов резких падений на голубые фишки и другие высоколиквидные активы. Причина вторая. Довольно жесткие правила к отчетностям компаний и довольно жесткие наказания за фальсификации отчетностей. В результате есть прозрачность и очевидность финансовых показателей, которым можно доверять. Да, естественно, бывают исключения, но это единичные случаи. Стоит, однако, заметить, что у меня все-таки в портфелях есть акции китайских компаний, потому что есть инвестиции в определенные ETF, содержащие китайские и другие международные активы. И есть акции одной компании китайской и закрывать эту позицию мне просто не позволяет никакая логика. Сразу раскрою это акции NIO. Пятое правило. Забыть и забить про мысли «О, эта акция слишком дорогая, я подожду отскок и куплю». Такие мысли возникали лично у меня, когда Google был по 300 долларов, когда Amazon был по 500 и когда Microsoft был по 70 долларов. Как только я забил на этой мысли, то появился рост по подобным позициям в 30-40% в год. Следующее, шестое правило вытекает, в принципе, из пятого. Если акция растет, если цена кажется дорогой, скорее всего, есть причины, по которым это происходит. Тут надо быть аккуратным. Если происходит нереальный рост в каком-нибудь полу-стартапе, то лучше не обращать внимания. Если такой рост происходит с одной из компаний из топ-20 индекса, то стоит немедленно задуматься и, скорее всего, это знак на покупку. Третья тройка правил. Я их называю эмоционально-аналитические. Седьмое правило. В инвестициях должен быть максимально рациональный подход. Если по какой-то причине тебе не нравится акция, а она растет, то, скорее всего, дело в тебе. И наоборот. Надо по максимуму отрезать свои собственные эмоциональные предпочтения. У меня было такое с Facebook. Я не понимал, почему эта компания заслуживает такого внимания и не разделял мысли о том, что эта компания заслуживает такой рост. Но, посмотрев вокруг, холодным взглядом, я понял, что Facebook, Instagram, WhatsApp, они просто захватили пространство социальных сетей. Я отбросил эти мысли и купил Facebook и никогда не пожалел. Правило 8. Посмотрите сами на свой прожитый день, неделю или месяц. Есть ли в вашем портфеле акции компании, продуктами которыми вы пользуетесь в течение дня? Подумайте, сколько раз в неделю вы пользуетесь Apple, Microsoft, Facebook. Для штатов это еще и Amazon. Установлена ли в вашем компьютере видеокарта Nvidia. А также есть непосредственные вещи. Подумайте, сколько потенциально получает денег Microsoft или Nvidia от банка, которым вы пользуете буквально каждый день. Ни один крупный банк не обходится сейчас без мощнейших вычислительных способностей. Правило 9. Следите, куда идут большие деньги. Даже со 100 тысяч долларовым счетом вы всего лишь песчинка в мире финансов. Не подумайте, что вы умнее рынка. Следуйте за рынком. Проанализируйте портфели крупнейших инвестфондов. Эти позиции как раз и задают тренд. Это огромные волны. Все, что надо делать, это научиться плыть по этим волнам. Есть и плохие волны, как я уже приводил в пример. Это акции Exxon. Если кто-то из вас в данный момент имеет в портфеле акции Exxon, примите холодный душ и посмотрите, куда реально идут огромные деньги. Я надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интересно.